В поисках убийц королей ведьмак прошел долгий путь. Во флотзаме он убил Бернарда Лоредо, коменданта мало кто оплакивал. Флотзам остался в руках Тимерии. Власть над гарнизоном и городом принял дворянин из Визимы, заклятый враг каидвенцев. Я слышал, что в Бендюге по сей день рассказывают о делах ведьмака. В Айдирне ведьмак стал свидетелем победы каидвена. Войска саские были разбиты под Вергеном армией Хенсельта. Так окончилась весна народов. Солдаты под знаменем Единорога заняли долину Понтера. Верхний Айдирн был поглощен и вошел в состав каидвена, как нижняя мархия. Триумф Хенсельта был недолгим. Дальше многое изменилось. После смерти Фольтеста в борьбу за Тимерский трон вступили властители соседних государств. Однако после убийства Димовенда и смерти Хенсельта соседи сосредоточились на собственных бедах. Тимерию отдали на разграбление бароном. Однако в королевстве остался лучик надежды. Маленькая дочь Фольтеста была укрыта Вернаном Роше в надежном месте. Многие годы назад Геральт видел конец Совета и капитула чародеев. Съезд в Локмуине вернул к жизни оба института. Ради этого в жертву были принесены Шаала де Тенсервиль и ее подельницы. Кроме этой жертвы Родавид требовал от чародеев смирения и лояльности. С этим согласились не все. То были смутные времена жесточайшего насилия, прикрытого королевскими декретами. И в эти неспокойные дни мы, те, кто творили судьбы мира, вдруг получили передышку. Золтан отправился к невесте. Я же с радостью вернулся в объятие Мурс. Кто тогда знал, что буря, пронесшаяся над королевствами Севера, была лишь началом великого шторма и вступлением к новой повести о Геральте из Ривии?